Всем привет! Меня зовут Кирилл, вы на канале Автоостров. Сегодня поговорим, зачем нужна блокировка дифференциала, что такое вообще дифференциал и как это все работает. Итак, автомобильный дифференциал является частью трансмиссии автомобиля. Дифференциал устанавливается на всех серийных легковых и грузовых автомобилях. Слово дифференциал происходит от латинского, но есть похожее в английском языке difference. Это значит различие, различный. Также есть такой глагол дифференцировать, то есть различать. Поэтому дифференциал это устройство, которое позволяет работать с различными потоками мощности. То есть мы можем суммировать мощность, мы можем ее разделять. То есть мощность у нас различная. В этом и есть корень difference, да, в этом слове. Не буду голословным и сразу покажу вам модель классического дифференциала. Вот она у меня на столе. Этот дифференциал выполнен на основе планетарной передачи. И у дифференциала автомобильного всегда есть три выхода или три вала. Вот первый, второй и третий условно. Можно также сказать, что вот эти крайние валы по бокам являются слагаемыми. А вот это суммирующий вал. И теперь мы с ними можем поиграться. Допустим, я сверху установлю колесо для того, чтобы было видно, как здесь происходит сложение или вычитание мощности. Итак, рассмотрим первый случай. Это суммирование мощности. Левая моя рука будет неподвижной, а правая рука будет вращать правый от меня вал. И верхнее колесо, которое является суммирующим, вращается теперь с той же скоростью, что и входной вот этот правый вал. Давайте еще раз. Все здесь понятно. А теперь я буду также вращать и левую руку. И теперь скорость увеличится в два раза, поскольку дифференциал будет суммировать мощность от моих двух рук. Итак, вот одна рука с небольшой скоростью. И теперь добавляю вторую руку с той же скоростью. И смотрите, верхнее колесо стало вращаться в два раза быстрее. И если быть точным, то моя рука, каждая вращается в два раза медленнее, чем верхнее колесо. Второй случай это разность мощностей. Правая моя рука будет вращаться в одну сторону, а левая в другую сторону. Смотрите, вращаю сначала правую. Верхнее колесо вращается. Все логично. Теперь начинаю вращать левую руку в обратную сторону. И если мои руки вращаются с одинаковыми скоростями, но в разные стороны, то суммарная мощность равна нулю, и верхнее колесо почти не вращается. То есть в данном случае разность мощности правой и левой руки равна нулю, поэтому верхнее колесо и не вращается. Но если я буду вращать одну руку немножко быстрее, допустим правую, то будет какая-то положительная мощность на верхнем колесе. Это я вам показал два случая суммирования мощностей. А теперь рассмотрим случай разделения мощности. И сейчас я буду разделять вот эту мощность, которая подается сверху, на два вот этих вала. Поэтому я поменяю местами наши индикаторы. Это будут колеса. Возьму еще одно колесико. Итак, сейчас схема установки дифференциала соответствует установке дифференциала на автомобилях. То есть есть правое и левое колесо, между ними есть так называемый межколесный дифференциал. И к этому дифференциалу сверху в моем случае подводится мощность от двигателя. Вот двигатель вращает наш дифференциал, и мощность распределяется на левое и правое колесо относительно меня. В данном случае я равномерно распределяю мощность на левое и на правое колесо. Если же я заторможу одно из колес, допустим, левое от меня, то вся мощность будет передаваться теперь на правое колесо. Таким образом, дифференциал позволяет не только суммировать мощности, но также их разделять. И как раз таки вот это свойство в основном и применяется на легковых автомобилях для того, чтобы разделить мощность, которая идет от двигателя, на левое и правое колесо. А теперь такой вопрос. А зачем нам вообще нужно разделять мощность между левым и правым колесом и использовать какой-то сложный механизм, в котором есть какие-то шестеренки, это все является планетарной передачей? Почему мы не можем просто использовать сплошную ось, на которой находится и левое и правое колесо? Давайте рассмотрим, кстати, этот случай. Итак, я собрал модель, в которой левое и правое колесо находятся на одной сплошной оси. И в принципе эта модель работает. И если отсюда я буду подводить мощность от двигателя, то в принципе два моих колеса будут равномерно вращаться и причем с одинаковой скоростью. То есть никаких вообще проблем. Зачем же вообще нужно использовать все эти дифференциалы? Чисто теоретически, если бы автомобиль ездил только прямо линейно, никогда не поворачивал, и при этом у него были бы идеально ровные и одинаковые колеса, то мы бы могли не использовать дифференциал, а все бы работало просто на одной оси. А теперь давайте представим, есть ли вдруг одно колесо больше второго по диаметру. А на самом деле такое может быть, поскольку наши колеса накачаны неравномерно, и по сути диаметр одного колеса немножко отличается иногда от второго колеса. Давайте я сделаю это вот так вот грубо на своей модели. Теперь у нас диаметры разных колес. То есть одно большое, второе очень маленькое. Так вот, теперь если я буду пытаться ехать прямо, то эта модель будет поворачивать в правую сторону, поскольку вот это меньшее колесо не будет успевать за большим. То есть при такой схеме, когда оба колеса находятся на одной сплошной оси, и они неравномерные, невозможно ехать прямолинейно. Второй момент. А теперь давайте пройдем поворот на этой модели. Я заново установлю большое колесо и специально вынесу его немножко подальше, чтобы была видна разность вращения при прохождении поворота. Поэтому у меня есть такой маленький удлинитель. Итак, пробуем пройти поворот. Я буду поворачивать в левую сторону. И при прохождении в поворота дальнее колесо не успевает за внутренним колесом, поскольку внутреннее колесо при прохождении поворота вращается с меньшей скоростью. А почему с меньшей? Потому что она проходит меньший путь. Вот путь меньшего колеса, то есть не меньшего, а внутреннего. А вот путь внешнего колеса. Поэтому это должно вращаться быстрее. И вы видите, что оно тащится по поверхности. То есть оно мешает мне поворачивать. Итак, к чему это все? Промерточные выводы. Для того, чтобы не происходило скольжение внешнего колеса при прохождении поворота, и для того, чтобы автомобиль мог ехать прямолинейно при разных диаметрах колес, нам обязательно необходимо использовать дифференциал, который позволяет делить мощность между левым и правым колесом. Вот такие вот промежуточные выводы. Итак, я вернул назад дифференциал, и теперь давайте попробуем пройти поворот. Для этого правое колесо я опять выношу немножко дальше, для того, чтобы была видна разность вращения. Итак, проходим поворот. И смотрите, колеса теперь явно видно, что вращаются с разными скоростями. Вот это вращается намного медленнее, чем внешнее, и при этом вы видите, что идет поток мощности от двигателя. То есть дифференциал позволяет передавать крутящий момент на колеса, которые при этом вращаются с различными скоростями. Особенно это видно при прохождении поворота. В общем, это все, что я хотел сказать насчет дифференциала. Он необходим для того, чтобы при всех режимах работы автомобиля на его ведущие колеса передавалась мощность. Особенно это видно при прохождении вот этого поворота. Но оказывается, у дифференциала также есть свои минусы. Давайте я вам это покажу. Самый главный минус заключается в том, что если вдруг одно из колес попало в плохие степные условия, допустим, вот это колесо находится на льду, или же это колесо оказалось каким-то образом в воздухе, то вся мощность будет передаваться именно на это колесо. А второе будет просто стоять. И если вы ничего не сделаете, то автомобиль никаким образом не выйдет из этой ситуации. Итак, сейчас правое колесо у меня находится в воздухе. Я попытаюсь передать мощность от нашего двигателя на колеса. Вращаю вал и смотрите, вся мощность передается на это колесо, которое бесполезно. А мне надо, чтобы вращалось это. А это не вращается. Давайте я вам поверну, покажу в этой плоскости. Вот, вся мощность идет сюда. Почему вся мощность идет на вот это бесполезное колесо? Да потому что это чисто философский вопрос. Если у какой-то системы есть выбор, как действовать, как работать, то она обязательно пойдет по пути наименьшего сопротивления, наименьших затрат энергии. В данном случае дифференциалу легче вращать вот это колесо. Поэтому вся мощность идет, условно, сюда. Как же решить эту проблему? Как выехать автомобилю из этой ситуации? Есть так называемая блокировка дифференциала. Блокировка дифференциала выключает из работы дифференциал. И вот эта ось как бы становится сплошной. И когда у нас дифференциал заблокирован, колеса вращаются одинаково, независимо от того, в каких условиях они находятся. Это позволяет автомобилю выезжать из трудных условий. Затем опять блокировка выключается, и дифференциал работает в обычном режиме. То есть, если мы попадаем в плохие условия, необходимо включить блокировку дифференциала. Если же мы едем в нормальных условиях, то мы блокировку дифференциала выключаем. Из этого следует, что есть два типа. Автоматическая блокировка дифференциала и ручная. Но автоматическая, понятно, работает без нашего участия. Ручная, мы должны нажать какую-то педаль или кнопку. Блокировка дифференциала есть, конечно же, не на всех легковых автомобилях. На бюджетных зачастую ее нет. Поэтому, если вы попадете в такие ситуации, и выйдете из машины, и увидите, что у вас вращается одно переднее колесо, ну, если у вас передний привод, то в этом нет ничего страшного, да, не пугайтесь. Вам просто необходимо эту машину или толкать, или вызвать эвакуатор. Пару слов про эксплуатацию. Внутри дифференциала, как вы видите, находятся шестерни. Сломать шестерни достаточно тяжело. А вот если из дифференциала пропадет куда-то масло, то эти шестерни начнут поначалу гудеть. То есть, будет их повышенный износ. И в конечном итоге можно все-таки их сломать. Поэтому у заднеприводных автомобилей задний дифференциал зачастую называют редуктором. И когда уже он износился, то есть там часто проливалось масло, люди просто бывают заваривают редуктор. Что значит заваривают? То есть, они выключают из работы дифференциал. И вот эти внутренние шестеренки дифференциала не работают. Поэтому в том случае дифференциал становится всегда заблокированным. В принципе, это все, что я хотел сказать насчет дифференциала. Не забывайте, если вам нужны какие-либо запчасти для вашего автомобиля, обязательно заходите на сайт автоостав.бай. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всего вам доброго. До новых встреч!